Будущим родителям приходится думать о множестве разных вещей, особенно когда дело касается безопасности новорожденного. Какие требования нужно учесть при перевозке детей в машине? Какое автокресло выбрать? В настоящее время в Европе действуют два стандарта безопасности ECE R44 и новый ECE R129. Они регламентируют правила безопасной перевозки детей в автомобилях. В настоящее время можно использовать любое автокресло, которое отвечает требованиям по крайней мере одного из этих двух стандартов. Новый стандарт ECE R129 будет применяться в три этапа. Основная часть этапа 1 называется I-Size и в ней говорится, что детские автокресла Isofix со встроенной системой креплений, такой как пятиточечные ремни безопасности, должны быть совместимы со всеми машинами I-Size. Этот этап вступил в силу в 2013 году. Этап 2 определяет правила для перевозки детей старшего возраста выше 100 см, для пристегивания которых встроенная система креплений уже не применяется. Этап 3 относится ко всем детским автокреслам, неохваченным этапами 1 и 2. Стандарт ECE R129 и в особенности часть I-Size подразумевает улучшенную защиту детей в автомобилях и стандартизирует совместимость между автокреслами и автомобилями. Новый стандарт – это результат значительного прогресса в исследованиях аварийных ситуаций и разработке высокочувствительных манекенов для краш-тестов. Целью стандарта является дальнейшее повышение уровня безопасности детей в автомобилях и облегчение процессов выбора, установки и использования детских автокресел. Но что именно представляет собой I-Size? I-Size базируется на пяти ключевых принципах. Первый. В первые месяцы жизни вес головы ребенка непропорционально велик по отношению к весу всего тела. Ребенок не может удерживать этот вес самостоятельно, пока мышцы шеи не будут достаточно развиты. В связи с этим дети должны перевозиться в автокреслах, установленных лицом против хода движения, настолько долго, насколько это возможно. В случае фронтального столкновения энергия удара поглощается всей поверхностью автокресла, вжимая ребенка в его спинку. По этой причине в настоящее время перевозка детей в обязательном порядке должна осуществляться в положении лицом против хода движения, по крайней мере, до достижения ребенка 15 месяцев. Второй. Детские автокресла теперь классифицируются не по весовым категориям, а в соответствии с ростом ребенка. Это упрощает процесс выбора автокресла, так как в связи с необходимостью частого приобретения одежды родители обычно лучше осведомлены о росте малыша, нежели о его весе. Третий. Для всех новых автокресел обязательным является прохождение теста на боковой удар. Четвертый. Крепление ISOFIX является обязательным условием. Оно минимизирует риск неправильной установки. Пятый. Детские автокресла iSize совместимы со всеми машинами стандарта iSize и почти со всеми машинами, оснащенными системой ISOFIX. Машины стандарта iSize можно определить по логотипу на сидениях или из руководства по эксплуатации автомобиля. Подводя итог, можно сказать, что iSize это Перевозка детей в положении лицом против хода движения как минимум до достижения ими 15 месяцев. Классификация автокресел в соответствии с ростом детей. Улучшенная защита в случае бокового столкновения. Крепление ISOFIX обязательно. Совместимость между детскими автокреслами iSize и машинами стандарта iSize. iSize и Britax Römer повысили уровень безопасности детей в автомобилях. Редактор субтитров А.Семкин